4 августа в Балаговском муниципальном округе прошло торжественное мероприятие по открытию новой сыроварни на территории фермерского хозяйства Милкбург и заложение первого камня этнической африканской деревни, где теперь будут жить выходцы из Африки. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент Анастасия Бучок. Милкбург – это фермерский проект, рассчитанный на безотходное производство мясной, молочной и кисломолочной продукции. Путь которой, конечно, начинается исключительно с натурального коровьего молока, без патогенной микрофлоры. Для этого на территории фермы в деревне Паречье Балаговского района содержится больше 200 коров. Мы наконец запускаем замкнутый цикл производства, то есть от поля до производства молока и заканчивая выпуском готовой продукции в виде молочной продукции, сыров и продажа напрямую клиентов без посредников. Недавно здесь начала работа сыроварня, оборудованная по всем правилам безопасного и качественного производства. На ней изготавливаются сыры по итальянской рецептуре мягких и твердых сортов, приготовленные на основе российских и итальянских заквасок. Ассортимент широкий, от вполне доступных по цене сыров до элитных редких сортов. Очень вкусная, очень хороший технолог, который действительно знает дело в сырах. Я очень рада, что в наш регион приходят грамотные инвесторы, которые могут помочь малому бизнесу продвигать свою продукцию. В задумке основателей фермы создание целого молочного города, где будут построены коттеджи для туристов, которые смогут посещать действующую сыроварню и ферму. Впрочем, не только. Экзотичность этому месту добавит заложенная здесь 4 августа африканская деревня, где поселяются так называемые буры. Дальние потомки европейских фермеров, которые много лет назад поселились на африканском континенте. А теперь возвращаются для знакомства с Россией. Студенты из Африки будут проходить практику на молочном производстве Милбурга. Сегодня у нас уникальное мероприятие. Впервые не только в Тверской области, а вообще в Российской Федерации мы закладываем первый камень под создание афродеревни. Чтобы сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими странами, чтобы это сотрудничество развивалось. Мероприятие, прошедшее на базе фермы Милбург, показало, как предприниматели могут взаимовыгодно сотрудничать с государством. Тверская область стала первым местом в нашей стране, где начали практический процесс международного взаимодействия после июльского саммита России и Африки. Теперь иностранные студенты будут учиться у профессиональных фермеров, а тверичане смогут покупать мясную и молочную продукцию Милбурга, будучи уверенными в ее качестве и вкусе.